итак всем привет зрители гости моего канала и с вами я виталий каратас у нас сегодня будет гайд по визе и давно вы ждали я в курсе я к нему очень долго подготавливался что целые две недели и настало время да все это я почти вызубрил и написал текст очень здоровый где всем будем различать подробно итак для начала я выйду с f1 потом нажму f5 начала мы начнем с того то что нам нужно попасть в визе визе это вообще мод divine rpg нужна кровать кошмаров что попасть туда визе переводе плохой сон кровать кошмаров делается вот таким вот образом тревесина мортума и блок мортума довести нужно быть в портале мортума ну и также блок это добыть убить мобов и переделать фрагменты не так уж и сложно вы не сможете спать в открытом дне надо именно ночь то есть я закопался хорошенько вот так вот сделал и закрыл все это дело вот так вот вы не сможете спать нужно сейчас день ладно и вот там была ночь вот вы ты пойти сразу визею по сути вас вещи должны были должны убраться но мне не убрались потому что это сервер они какой-то там одиночный режим вот тут сразу включает нас короче границы мира план все это выкинует ключики подальше понятно не могу отличить дальше да господи как же меня это бесит вот уже ауру у нас есть аур есть только на первом этаже все тоже у нас по сути 4 давать не им с того то что на первом этаже у нас есть два данжа 1 есть с мобами а другой уже с голодом то есть у нас есть я даже все это скринил господи уберись уже цветки и поганые здесь еще тут у нас есть тут два данжа 1 с мобами это под фотка показано там если что есть спамера спамера может перетащить также на балдаш ником перемещения если вам это потребуется конечно вот его даже нашел вот а подобие такого даже куда факел стоит прод разрушена немного да ладно тут нас помнится сам уже первая глыба всего глыб 9 все они нужны для того чтобы заспавнить во первом чтобы заспавнить короче не исполнить а сделать какой-то либо броню либо уже меч вот первый данж мы входим естественно него сейчас включу плач шаровар что были видны металлическая клетка еще выпал откуда у нас тут был данж по сути нас должен быть там что-то и по сути нас там есть побегать то еще даже мы найдем они блестят они такие находятся но красные можно сказать наподобие красных цветов красных цветов и также в этих даже находится еще один моб он житель может сказать он мирный никого не бьет он называется там через то есть это первый у нас получается глыба сейчас это глуп покажу вот такая глыба ой вот камчеримс это вторая глыба по сути а первого глыба у нас вот тикера тикера это такой мог будет он будет нас ходить короче по деревьям то есть он будет скакать а вот там через уже будет находиться у нас таких вот данжах именно таких внутри или снаружи где-то возле них это по-любому поэтому не включать свет иначе он не появится вот а также со всех лобов которые тут находится падают зеленые жемчуга и жемчуга нужны также для торговца которые находятся именно на первом этаже я покажу прямо сейчас потому что он рядом находится на хомы прям на моем и типа такого вот сам торговец покажу где он находится это надо тип наподобие данжа такого но даже будет не совсем такую же хорошую потому что он будет вот таким вот образом небольшим городком связан где-то уже в нем нужно идти уже своего этого торговца смотрите то как бы там смысла нету там есть светильники обычные блоки ничего такого прям путного и не будет кроме если только самого торговца торговец очень важен она понадобится во всей вся визе и поэтому то есть на хом и сейчас покажу что он продает вообще начнем с того то что морковка это морковка дает сама три еды и 0,4 фут тоже еда также следующее арбузик пирог мечты торт мечты тоже еда запрещена дверь вы сломаете как бы она не выпадет но по сайте можно шаблон диск этому потом 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 понятно блоки обычные блоки блоки стекло сундук какого-то фига я не пойму почему хотя да нет это нормально потому что тут ничего у нас по сути ресурсов и не будет вообще мы бру будем руками их убивать стрелы тикера конфетки которые дают вам дополнительный хп но и тут не действует поэтому они тут не работают дают 0,4 хп 0,8 а тут это готов шаблон и это вот стрела дарвина понятно для у какого-то я потом покажу майнер дает вам ускорение плюс 3 это понадобится для того чтобы вызвать босса какого-либо шаблон потом это понадобится нам для того чтобы если я не ошибаюсь вызвать леди луну вызвать нужно 40 сверкающих жемчуков это очень долго нужно убивать их но думаю мы справимся потом поиски в это вам нужно для того чтобы убить одного моба я вам по одному покажу если найду его еще конечно потом вот киселька мечты нам тоже дает хп но она уже дает 0,8 хп то давал от 0,2 или 0,4 хп что-то в этом вроде потом и сама у короса вот это вот фигня каменный фермент они упадают с доктора короса вот а доктор корос находится у нас на третьем этаже поэтому такого дела ну и на первом этаже у нас будет все по сути могу ошибаться если чем-то или что-то не досказать потому что сам я с этим модом не сильно так и связан вот мистер мэн у нас стикер попался он везде бывает бывает и там и там везде абсолютно вот как бы то на деревьях то и снизу вот такое у нас появляется везде она на всех четырех этажах и она нужна чтобы скрафтить вам какой-либо меч или броню вот тип такого также у вас будут находиться тут всякие кирки мечи наподобие всяких конструкций вот там типа очко такое и ну да луки мечты мечи щиты всякие деревья в непонятные не обращать внимание это тупо не знаю что разработчики сделали хотели доказать этим но без понятия конечно но как бы окей будем думать что им это было нужно план не обращать на это внимание и как бы на первом этаже у нас все покончено вот переходим и ко второму этажу вам нужно немало блоков то есть накопать именно потому что у вас в руках не будет у меня роба поэтому их у роба которая при помощи которой можно летать вот тип такого тут нас находится по сути уже два данжа один из которых будет с боссом то есть королева улья королева улья у меня вроде как помечено то есть если этот то есть товар то да я уже буду на такой на таком данже это у нас королева улья понятное дело только что я сказал но это у нас босс первый босс на втором этаже а у следующий босс пойдут чуть более посложнее потому что этот самый такой изи вы босс нужно с надеть мне плачевар а потому что я нифига не смогу сделать против он меня с одной тычки убьет я уже пробовал было мне дело такое ладно мы идем ходим внутрь и как бы вот она появилась у нас хэйф юн это королева улья она вообще сама по себе бьет нехило может открыть всякие такие гайды наподобие яндексе вести там в википедии посмотреть сколько на хп сносит сколько не вообще хп ну стоит может принципе там пока не отойдите так где тысяча шип 1500 не хп а вот насчет мочилы как она бьет я не знаю точно но сносит она по-любому 20 хп потому что если сниму то она не бьет спокойненько вот смотрите не в принципе пофиг то что я умру потому что нет все появится паре опа магия до бэк возвращаемся домой и понятно так у нас все должно появиться вообще по сути сейчас ждем вот появилась потому что у меня вообще стоящая статус ютубе и получается это у нас наподобие премиума вот она может сказать у нас не убила так сейчас еще одену чтобы очень нормально вот наподобие такого это бывает баги то что что-то пропадает поэтому хотя немного охерел если пропало мне все ладно ну не будем сягивать и поскорее убьем эту королеву улья ну вот и все при спине этого салс капелька общих пм и запускать он также спами всяких могут дающих и ходящих даже при смерти быть по мне да все короче выпало 17 7 логлы жим кусочек меда и все так же будет у вас звук при смерти когда она умрет будет звук при смерти дракона но не пугайтесь и дает дается кстати у нее опыт опыта около 40 если вас будет на любой level и ну 40 там 50 как получится так же дается от это 15 и до 25 сермила если быть точным вот наугад бывает у меня уже все это подготовлено как бы я даже убил а 17 дается все таки сорян сюда перепутал ладно это не она значит тут очень сложно самом деле запомнить кто таким об этом подобное поэтому вот все там подобное ладно это у нас на втором этаже потом у нас будет данж пирамида то есть такая вот пирамидка я вам сейчас скрин даже отправлю вот такая пермитка в не будут находиться всякие мобы и как бы это подобие данжа где находится мобы с всякими спавнерами и принципе все второй этаж у нас будет такие уже может быть между легкими и средними мобами типа такого также данжи бывают либо черными либо зелеными уже окрасками но это уже как получится разница в этом нету совсем никакой также находится мобы которые могут вас притянуть которые вот мне только что притягивают но они очень редкие я хочу мало вижу также они присутствуют в данжи и всасывают только как я понял на земле то есть неважно где там наверху вот они или нет да ну киев и падают очищенные жемчуги это уже будет нас вообще желтый вот тип такого и также у нас тут присутствует один мог который падают глыбы дарвина его можно тяну также побегать там поискать типа того и найдете если по меру угол не быстро то чайки и погружаются и как мог бы успеет не успевать зарезаться закончили поэтому типа такого может переходить на третий этаж сразу идет пардимал пардимал называется это же глыба пардимала идет у нас тел он небось на дереве или где-то подобие дерева он сзади так погоди-ка карту а прям прям туда чего-то немного непонятно он и сейчас похоже ладно помните он говорил про пояс хейва вот это вот эти вот моба их надо убить при помощи пояса хейва именно он нужен для того чтобы их убить они бессмертны как бы смысле их мочить вообще нету вы только сдохните и все вот то есть как бы я не понимаю зачем это нужно было вообще как бы смысл от этого не понимаю немного но ведь вы разработчики захотели это сделать это немного бессмысленно с них падают либо красный либо уже сверкающий жемчуга то есть это либо вот этот вот фиолетовый либо красный полированный если бы точно вот поэтому типа такого этого с первым боссы мобы это не вас это могут который нас третье также присутствует два спавнера боссов это квадротик и караса сейчас я вам их покажу так ребят вот его нашел принципе даже не летел до своей метки и нашел сразу возле них ручь вспомнился вот такие вот мобы потому что они так хотят их вообще спавнится кучками и желательно находить потому что они нужны для того чтобы заспавнить самого нашего босса как бы без них вы не сможете спалить смог самого босса главное не светить возле его алтаря это очень важно потому что если бы будет светить то вы не запомните его варп и фига не снесли это ого отчетом замок такой был тоже там нас убил ёпта а это моб который нас короче мы его то можем бить то не можем сейчас мы не можем потому что у нас серый это ну такой такое свойство моба вот синий появился и мы его убили сразу же да чё-то а я был же без пылающих вот почему не так быстро убил ладно все мы на деле перейдем на наш хома точнее на варп на наш варп кратос т.в. и там уже забираем все наши жемчуга для самих боссов я забываю я возьму все потому что мне не понадобится очень сильно вот берем всем варп крата точнее варп в и аюне не на варп на хома т.п.м.с. и там же покупаем призывалку много призывалок покупаем потому что понадобится на будущее к тому еще к тому же где они вот огневосноведение покупаем все чем больше тем лучше вот столько думаю а еще надо она принципе вот пятерку даже нет это больше 3567 сетки ну хватит думаю на будущее к тому же вот взяли мы огневосноведение теперь дивновар в возьмем еще вот это вот добро теперь переходим и к самому боссу так у нас еще будут такие блоки горячая плитка вот уже горячая плитка на которой можем обжечься об обжечься об она а едут нас коммунизили ну еще у меня принципе есть 2 спал я на всякий случай аж его не зря приготовил вот доктор корос у нас как он называет обычно а вот это плохо даже тут короче он не сможет исполнить слышим и тут светим он не сможет тут заспавниться купона все-таки исполнили обычно он не должен сбавиться когда тут вокруг и светло но чё-то он резко захотел исполнить ладно ведь сам это не помеха что-то там нем лет но мою попробую убить он сам по себе босс ну и сильный если играть на серии опять же потому что у нас даже пулять всякими пушками там то эти которые это у нас стоят огнем 7 который вот серву тоже падает цепи с у нас вот такие шарики но он очень делал так это мы спокойно можем убить даже без какого-либо замедления видео у нас бьет да у нас бьет не так уж и слабо хочу сказать по пол сердечку или сердечко нас еще вампирик вампиризма вампиризмическая аура которая нам дает пешку дополнительно вы убиваем без всякого труда и вот все выпало глыба кароса опыт и каменные фрагменты они нужны для того чтобы спрос крафтить мало кароса это самый такой жесткий меч который есть у нас вообще в игре от сел популял правда у меня робот сфер который не принимает стрелы но я не знаю как она вообще по ощущениям было можем ломать эту алтарь кароса и забирает к себе домой на всякий случай если он нам понадобится вот кстати забыл сказать то что что делать это обычная еда она как бы больше ничего не дает поэтому вот типа такого можем идти дальше к угадать как вам боссу правильно квадротику так ребята вот но сам уже и спавнер квадротиков то есть я еще никогда не спавнил поэтому посмотрим что он из себя состоит алтарь можно найти везде то есть ну как везде только на третьем этаже но вообще спавнится в округе на третьем этаже везде так же как вот эти вот фигнюшки стол наполнения так же как и сами спавнера мистера короса если я не ошибаюсь спавнем и квадротика и о чем-то город поздно но ну-ка ого пройти нифига себе то есть сложно подойти к нему ну понятно такой босс у него четыре каких-то человечка один самотыком другой чуть носит там а третий уже с палочками какими-то стрёмно однако чувак ну да ну будем мочить вот таким вот образом более изично но хотя можем и так получить почему бы и не на самом деле ну вот и моста уже 70 хп у него не было никакой там дополнительного хп или урона можно спокойно мочить с пулялки принципе это ну как бы ничего не дает там же самое что и с мяча убивать поэтому вот так вот он убили босса и естественно падает опыт ну и к тому же глыбы квадротика и принципе то у нас все там да больше чем не падает вот много опыта и принципе это все укладываю у нас в сундучеллу нашу любимую так это сюда слишком много на самом деле глыб ладно это будущее нам садили это выложу тот же сюда вот например на это вот сюда вот так вот принципе на третьем этаже также спавнятся полированные жемчуги только они то есть понятное дело на первом спирт грязный на втором очищен 3 полированный и у нас сейчас идет в общем-то четвертый этаж потому что на третьем больше мы такого ничего и найдем вот идем на четвертый этаж таща летим и прорываемся полностью к нему у нас уже идет открытый мир прям полностью открытый то есть мы можем видеть все что угодно все что где находится давайте чем с того то что что у нас тут находится то же самое какие-то деревья непонятно какие-то летающие фигнюшки ну и мобы но бы на самом деле очень сильные можно сказать как боссы которые были на третьем уровне у нас а то есть как у нас квадротик как карас ну-ка раз он нас не бил поэтому не так уж мощно хотя мы у хорса и пробужденном защите 4 но хочу это что зато что сильно сбил и тут нас водится короче три босса только три босса и больше никого не будет вот последние три босса кстати на сегодня я щас лечу и покажу вам всех босса подушение исполнить у меня все рядом прям в одном месте и погнали так ребят вот тут два спаунера и 3 нас вон там он будет уже кружителя сначала у нас идет тут роглок это вот сам алтарь лару проглок правда заполнился правда криво но в принципе нам так и сойдет только это паркурчик должен быть но правда опять же его тут не будет потому что вот так у нас все заполнилась криво но допустим принципе не главное показать что это за боссы что не дают вот начнем пожалуй с вот принципе мог который пришел у нас да он летающий по сути должен быть вот фигня нет это все-таки кулачный хрен он очень мощный вы отталкиваетесь от него далеко он упал да ну-ка иди сюда очень мощный не вносит столько пол хп может сказать иди сюда я тут сайте чувак очень хп много наносит фига мне сейчас убьют еще очень много опять же говорю а убиваем его быстро ну ладно спауним мы роглока получается вот такой у нас босс будет роглок мы может покойно мочить пулялкой но он нам должен дать слепоту если мы к нему приблизимся у нас есть медленно здесь вообще по сути но босс сам по себе не такой уж и сильный и такой уж и слабый между что ты между средним хорошим и плохим вот поэтому дадим ему ударить нас он из молнии херачит конечно не так уж и слабо ну-ка иди сюда сердечко еще сердечко у кого ты че чувак так жестко ну погоди я сделаю так вот сцепление чтобы нас горение не было ого-го по два по три сердечка бывает стоит вот это два узел очки видели вот это жестко 5000 5000 по нифига себе он жесткий конечно очень и что еще кстати он сможет сгореть то что принципе нам и надо например это называется вроде как называется либо гелиоса ой мы отлились немного кстати и при после смерти его нам падает но не упадает а он хреначит нас молнией в конце после того как он умрет нас хоть отталкивает стал жестко очень что очень стремно того как рука узимую точку нашли 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 отлично стою и спокойнее кого чем без всякие таких резких движений до прогулок да и мы его убиваем так вот молнию попытался убить но вот его что выпал на глыба гелиоса естественно много опыта вот нам дать нам дал это всего 10 опыта нужно за очень большой лаву забираем алтарь ну я не зачем но пусть будет как бы все дела вот ложим сюда и у нас лет лезла по сути она не вызывается огнивом да она вызывается уже сверкающим жемчугом но сверкающий жемчуг тут не так уж и легко найти поэтому ну мы переходим к крушителю я сразу да это на самом деле последний босс крушитель больше как бы и нету он самый такой ну может быть жесткий а может сказать и нет вот такой вот нас идет дальше наподобие даже мы не уходим иди чем вот наподобие такого входа продон закрыт ну да ладно видим нас не хочет приветствовать а это дерево появился это мутанта вода мутанта дерево короче он должен спавниться что все падает ну-ка он спавнить также на первом этаже но это да он должен дерево суть должно уйти а он должен появиться всем подать грязный жемчуг вот и кто бывает такие могут уже поэтому это не вообще разные вот а в любви такого паркура у нас все идет я могу это все на ли на лике как бы пройти пробежать поэтому труда от не состоит а снизу с бузики сатан правда не везде но будет должна быть ладно допустим вот этим это около не так уж много не так мало хп поэтому такого дела спавнем и получается самого крушителя вот такой кнопок похож и дал еще и быстрый а ей-ой-ой чувак чок чок стой вот все красавчик я имею ввиду ёпта чё творишь надо тяги ускорение 5000 также но хочется он так налегке но очень быстрый это заметно будет притягивает еще к себе ну-ка погоди а в кислоте все утонет не вказать и не исчезает ничего тогда все отлично давайте так убью хорошо о 2 саде вот это прикольно так 3 4 саде у него будет после 2 к наверно до последняя стадия должна быть нет 1500 да да вот было 1500 какой-то типа пушек появилась вера да он пушк надо пушками нас должен был замочить зайдем у нее еще не получится ай тыкнул все таки ай как так лука помного слость ой а это кислота сносила нам да что-то так себе если честно и смотреть по башкам и про и хор барней пробужден что это так себе на самом деле ладно остается ничего лишь 28 гп на стыку вот и хили мы убиваем естественно последний босс который мог бы быть он играет все падает 25 аксианова глыб не больше не меньше именно столько падает мало опыта понятное дело вот столько же 10 опыт нам дала ну да ладно я забираю все-таки этот алтарь она понадобится на будущем по крайней мере мне вот ну и сейчас я короче еду у нас попытаться заспавнить леди луну потому что все-таки гайд и надо все-таки заспавнить эту страну лидеру леди луну и это не зависит сколько во сколько я снимаю сейчас будет 5 утра куда не важно сейчас крич по убивая боссов но мобов и надеюсь я дойду до этой страны леди луны и так ребят вот я и принципе сделал лунные часы правда не я но мы не помогли не скажу кто но очень добрые люди в общем то первый раз честно в своей жизни призываю леди луну и белую первый гайд по поводу визе и ладно сейчас мы глянем что это за босс мне честно ему интересом потому что я ну никогда не видел вообще ну чтож погнали вот такой у нас мозг босс да он мощный сердечко сердечко все и пол сердечка вот такое милые звуки однако 8000 и про то но мало ну вот такое что на какая-то ну-ка громко немного да вот такой будет более-менее такое хочу к это что босс а по стадии типа и бить могу хорошо к двойка ты на превьюшку пойдешь потому что ты первый последний раз мне призываешься и надо быть и как-нибудь там отравление фига себе это меня сейчас ударило типа при ударе она не делает отравление пить и сейчас не могу да вообще никак никак не образом и принципе все из него выпадают пять вещей но так как это сервер сайдом сей и мне тут сказать то что тут одна вещь из пяти поэтому тут нас бы скорее всего одна вещь вот мы теперь может быть спокойненько ну-ка давай-ка ты придешь тоже на превьюшку мет и очень красивая я же мне понравилось той замуж пойдем так допустим вот так вот сойдет на термо чем спокойненько естественно без всяких проблем пока она 1 стадии даже так можем бить да ладно можем что-то стрела почему тогда не мог бить так ну-ка а когда она прыгает окей вот нашли отлично тогда был клик дороги отлично 8000 хп вот это жесть конечно надо еще вот это сфоткать на всякий случай леди луна это капец конечно никогда еще не призывал босс такой себе опа серый стал а теперь что будет ничего чуреля прям а идти за мной не будем что стремно ладно будем бить и спокойненько без каких проблем оба пошла ну-ка куда она пошла какая-то старушка блин прикольный позвоночник целых 2h умная видимо так ну-ка давай бесит вот ты залагал но бывает такое и так мы в принципе добиваем она какая была такая осталась как я понимаю она бьет вообще пуляет и бьет своим мечом который который типа работает и она должна по сути пулять вот этот фигню это а вот что отравление дает окей я понял хорошо просто ну как бы саму интерес немного хочу такое фига а не настолько же и сносит вот такое хочу сказать или дилайн такая уж и сильная на самом деле как показалось вообще ну может быть я всегда при увеличил но все равно опа а сейчас бить не можем что стремно немного иногда бывает забить можем иногда нет ладно ой ладно хил пропишем чтобы отхиль за полностью оба все убили и принципе нам дали всем всесветный если быть точным ну-ка много опыта как обычно и принципе все на боссах мы закончились все свет не только а есть еще какие-нибудь там должны быть свет что такое тоже подобное ладно поищем поищем и таким вот образом она будет нужно быть недалеко вот все светный молниеносный масса заривочный какой-то потом лук все мощный одну типа такого типа 1 2 3 4 5 вот такие вот пушек мы должны были выпасть там не выпал только одна вообще нападается наугад поэтому мне такая вот фигняшка выпала она если быть точно не может блокировать урон наносит бесконечное применение лет я могу только бить видимо окей вот такая нас пушечкой выпала теперь мы переходим может сказать к ко второму релизу данного данного гайда а а а Субтитры сделал DimaTorzok